Всем огромный привет! Наконец-то дошли у меня руки до пустых баночек. Накопились они у меня за достаточно долгое количество времени. И, в общем-то, может быть для кого-то их и немного, я пользуюсь довольно экономно. Поэтому, как-то так. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот кряк. Не люблю я показывать средства бытовой химии, но почему показываю? Покупала в фикс прайсе, супер сенситив. По-моему, двух они видов, черный и синий, что ли. Пять в одном я пользовала для очистки унитаза, для очистки ванной. Могу сказать, что это классное средство, оно мне очень понравилось. И гораздо больше, чем средства из фирмы Хоум Стар, тоже вот в фикс прайсе продаются. Во-первых, оно не жидкое, оно довольно густое. Что говорит о том, что хватает нам его на гораздо большее количество времени. Я не знаю, насколько мне его хватило, но довольно-таки надолго. Вот такой вот носик. Классное средство, я могу всем советовать. Ну, конечно, здесь запах далеко не самый приятный. Очень классно, все отмывает, дезинфицирует. Поэтому буду брать еще. Последний раз была, не видела, пришлось Хоум Стар взять. Вообще, крутое средство за 77 рублей. Так, дальше показываю вам вот такую вот жидкость для снятия лака. Давно не крашу ногти. Ну, вот закончилась, не знаю, совершенно обычная жидкость. Покупала, наверное, здесь у нас рублей за 20, за 30. Абсолютно нормально, никаких впечатлений она не оставила. Ни хороших, ни плохих. Так, далее покажу вам еще. Вот такие влажные салфетки для кожаных изделий. Это мне присылал Женя в посылочке. Здесь их 40 штук. Хорошие салфетки. Ну, правда, я кожаные изделия не вытирала, потому что у меня нету кожаной мебели дома. Я обувь протирала вот этими салфетками. И жалюзи я протирала. А, ну и также еще стол. Ну, в общем, по дому. Хорошие, классные салфетки. Достаточно пропитаны. Нормальных таких размеров, я бы сказала, далеко не маленькие. Наверное, чуть больше даже среднего. И имеют приятный аромат. Поэтому хорошие салфетки. Не знаю, сколько они стоят в Аберлик. Вот. Так, далее. Сейчас мы тут все распределим. В общем, вот такой вот кефирный био-шампунь закончился от домашней аптеки. Покупала я его в фикс-прайсе давным-давно. И, вы знаете, далеко, конечно, не каждый раз я им пользуюсь. Он имеет такой сладенький аромат. Аромат мне понравился. Он на волосах... Я его не чувствую на своих волосах. Такая вот бутылочка, как из-под молока. Ну, хороший шампунь. Я им смывала маски. Масляные маски. Он отлично с этим справляется. Лучше, чем другие, многие другие шампуни. И, в общем-то, его не жалко побольше налить. Но, вы знаете, его и приходится побольше наливать. Потому что он плохо пенится. Очень плохо пенится. И хочу вам сказать, что если шампунь плохо пенится, это говорит о том, что в нем химозности куда меньше. СЛС в нем куда меньше. Вот и все. Если шампунь отлично пенится, значит, очень много химии. Здесь ее поменьше. Поэтому, да, вот так вот. Но еще один показатель того, что шампунь хороший, это то, что ваши волосы после... Ну, в процессе даже мытья, когда вы его уже смываете, они скрипят. После этого шампуня волосы скрипят. Крутой, классный шампунь. Я вот хочу поехать в следующий раз взять себе еще. Я повторюсь, для масляных масок. И отлично, просто отлично промывает волосы. 620 мл. Классный шампунь. Так, следующее. Вот такая вот масочка от Evroche. Мне как-то, по-моему, приходила в посылочке. Масочка или бальзам, как это правильно называется. Ну, в общем, да, я, естественно, оставляла на волосах минут, наверное, 10. Вроде бы хорошая, но с одного раза толком не поймешь, смотря, конечно, какой еще шампунь использовать. Я использовала шампунь от Evroche, правда, немного другой серии. И вот эту масочку. Мне понравилось. Шампунь, точнее, прошу прощения, в наборе был шампунь и такая же маска. Вот, я их вместе использовала. Да, мне понравились. Потом, может быть, приобрету. Да, мне вообще все шампуни от Evroche нравятся. Вот такое средство. Гель для душ с афродизиаками от Faberlic. В общем, как я им пользовалась. Мне не понравился аромат его. Как гель для душ, вообще, ну, не мое. Я пользовалась им как средством для интимной гигиены. Мне понравилось. Довольно нормально. В общем-то, ну, больше такую, наверное, серию брать не хотелось бы мне. Потому что аромат, нет, не мой аромат. Так, следующее, что вам покажу. Тоже Faberlic Prolixir. Это крем для век. Это, по-моему, второй или третий крем, которым я пользовалась. Мне очень нравится. В общем-то, убирает. Что-то убирает, что-то не убирает. Ну, я вот уже им допользовалась. И, наверное, тоже больше брать не буду. Потому что, например, если какие-то там желтые круги под глазами, то вот эта вот штука не уберет. Какие-то, возможно, небольшие проблемки, да. Так, средство от Evroche. Вот такое вот средство для снятия макияжа. Оно имеет, имело гелевую консистенцию. Такая она с пузырьками. Хорошая. Пюрблэд. В общем, не буду я читать. 200 мл хватило довольно надолго. Но единственное, что когда попадала в глаза, конечно, глаза щипали. Вот она с васильком идет. В общем-то, хорошо смывала макияж. Но поскольку вот гелевая консистенция у него, потом на глазах сохраняется вот эта липкость. То есть обязательно, конечно же, потом нужно пойти и промыть все это, убрать липкость. Вот липкость и при попадании жгло. А так хорошая средство. Вот такое карамельное пралинеги для душ от Beauty Cafe. Он у меня давно стоит. Я его экономлю, потому что мне так нравится вот этот вот аромат. Очень классный. Он такой игривый, какой-то искрящийся. Здесь и лимонад, и какое-то вино. В общем, интересный. Интересный запах. Мне понравился. Вот такое вот мыло от Beauty Cafe. По-моему, Женя мне его присылал. У меня стоит мыло на кухне от... Тоже от Faberlic. Специальное мыло, устраняющее запахи. А в ванной лежало вот это вот мыло от Faberlic. В общем, и не помню, что я делала, но у меня были жирные руки. А сначала я помыла на кухне мылом, которое предназначено, собственно, для кухни. Жир остался. Потом я пошла в ванну, и захотелось мне промыть вот этим мылом. И вы знаете, вот это мыло, оно избавило мои руки от жира за одно мытье. И я так подумала, что потом, когда-нибудь, когда буду делать заказ в Faberlic, надо будет купить вот эти мыла и положить их именно на кухню. Потому что они классно избавляют от жира. Ну и также имеют хороший аромат. Поэтому вот такая вот функция. Не знаю, может быть, вы и знаете о такой функции. Я вот пользовалась такими мылами, и я такого не наблюдала. Ну, не приходило в голову, да. Поэтому так, следующее. Это морожковое тающее молочко для тела от Секрета Сибирской травницы с витамином С. Покупала давным-давно, еще в 16-м году. Помню, когда ложились в больницу, я его брала с собой. У него очень классный аромат. Аромат печенок. В общем, отличный. Просто превосходный. Я вот именно из-за этого аромата его долго берегла. Ну, заказывала, кстати, на марафет-шоп такой магазин. Но там невыгодно, потому что очень дорогая доставка. И также оно классно увлажняло, классно питало. Супер! Если когда-нибудь, где-нибудь увижу. Ну да, кстати, можно и в магнит-косметик посмотреть. Возможно, там будет. То обязательно куплю. Итак, следующее. Это мой любименький скраб. Который тоже мне надо будет приобрести. Уже давно без скраба. С абрикосовыми косточками. Не пробовала с малиной. Мне вот этот вот нравится. Уже не первая упаковка. Уже прям несколько лет. Пользуюсь. И кто-то говорит, что очень грубый. Что косточки прям такие жесткие. Но, знаете, у меня лицо довольно чувствительное. У меня очень близко сосуды расположены. Мне ничего не царапает. Мне нравится. У меня потом лицо такое гладенькое. В общем, супер увлажненное. Ну и аромат мне тоже нравится. Я уже к нему привыкла. Вот такой вот пробничек от Виши. И приходили как-то бесплатные. Точнее, нет. В аптеке мы брали бесплатные пробочки. Там какие-то акции были. Я узнала о них. Несколько пробничков. Вы не поверите. Вот этого крема 3 мл. Мне хватило на 10 применений. По-моему, на ночь это крем. Если я не ошибаюсь. Ночной. Или дневной. Нет, просто крем-уход, создающий идеальную кожу для нормальной комбинированной кожи без парабенов. Значит, днем я им пользовалась. Один раз в день. На 10 дней мне хватило. Я не могу сказать, что я заметила какие-то за 10 дней кардинальные изменения. Но в течение дня кожа увлажненная. Кожа довольно гладкая. Конечно, от каких-то проблем крем не избавить. Но это, опять же, надо, наверное, попробовать как минимум месяц. У меня еще есть такие пробнички. И, пожалуй, я, наверное, прям все их попробую. Знаете, что мне, пожалуйста, очень... Ну, крем, конечно же, эти кремы дорогие. У него очень приятная консистенция. И у него такой классный аромат. Это прям один из самых лучших ароматов кремов для лица, который я вообще встречала. Нереальный просто запах. Очень хороший. Ну, конечно, эта вся серия далеко не бюджетная. Так, у меня опять что-то с фокусом. Все. Так, покажу вам сейчас еще один кремушек. Это вот такой вот крем от Эйвона. Он у меня лежал в запасиках. И в 2017 году, в конце, в 2017 года, я решила его достать. По срокам годности с ним все замечательно. О том, что здесь после вскрытия баночки какой-то срок, да, имеется. Здесь ничего не указано. То есть я знала, что он по срокам абсолютно нормальный. И еще только в 2018 или в 2019 году у него пройдет срок. Вот такой вот он. Вы знаете, он мне прям понравился. Я даже где-то его похвалила. В каком-то влоге рассказывала. Здесь 15 миллилитров. Вот такой вот у него цвет. Он очень прям разглаживал кожу. Как-то что-то вообще из желтизной вроде как даже порос. Но настал один момент, когда он просто стал дурно пахнуть. Я пользовалась им практически каждый день. Я попользовалась где-то вот так вот. То есть вот это вот все там еще имеется. Это маска гель, точнее. Но ее не надо смывать. Я не поняла. Я думала, что-то носик. Я стала мыть этот носик. Потом я стала выдавливать крем. И уже крем растирала и нюхала. Сам ли этот крем пахнет? Вы знаете, да, это запах самого крема. Он стал каким-то жутко-жутко химозным. Похож на какую-то пластмассу, что ли. Знаете, пластмасса бывает прям так это отвратительно пахнет. Вот это вот такой запах. Я не знаю, что с ним приключилось. Я не знаю, почему он испортился. И я не знаю, что у него в составе. Что он стал так мерзко пахнуть пластмассой. Так что, короче, да. Составы, конечно, все равно у этих кремов далеко не самые лучшие. И вот именно, когда этот крем испортился, я это поняла. Никаких, опять же, нареканий по поводу какого-то температурного режима. Ничего нет. По идее, им еще пользуются и пользуются. В общем, очень жаль. Придется мне выбрасывать. А так он мне понравился. Так, последние три средства. Покажу вам вот такой вот. Айрвик у меня есть автоматические вот эти вот штуки. Айрвик и Глейд. Вот мне нравятся. Хватает мне их довольно-таки надолго. Так, это у нас аромат шелка и лилия. Но мне не понравился аромат. Вот. Классные. Очень прям надолго. На несколько месяцев хватает. Ну, здесь написано до 60 дней. Каждый день мы не пользовались. Периодически. А так хорошие. Конечно, их лучше покупать по акциям. Потому что они далеко не дешевые. Так. Вот такая вот малюсика. От этого. Бесплатный сайт с пробниками. Как он называется? Я уже забыла, честно говоря. В общем, где можно было бесплатно пробники выбрать. Я когда кидала в корзину, думала, что... Ну, там написано новинка. Думала, это полноразмерная версия. Это вот такая вот малюсика. 48 часов защиты. 35 мл. Вы знаете, как-то ну совсем быстро. Я не считала сколько раз. Но мне кажется, вообще раз 5. Очень быстро у меня ушла эта малюсика. Очень и очень вкусный аромат. Потрясающий просто. Мне кажется, классно брать его с собой куда-то и в поездки, и в спортзал взять, и в поезде там ехать. Очень крутой аромат. Но он как бы остается какое-то время. И он прям такой насыщенный. То есть, если это не смущает, но он не перебивает ароматы духов. Защиту. Вы знаете, я не смогла оценить защиту. Мне кажется, по защите он точно такой же, как и вот этот абсолютно нормальный. Так, следующая фа. Это на данный момент мои любимые десторанты. Сколько я не перепробовала десторантов. И шариковый, и в общем, различные вот такие вот аэрозольные. Я пока остановилась на фа, потому что, первое, это хороший запах. Второе, неплохая защита. Я по защите сужу. Для меня многие десторанты вообще просто не справляются. Третье, практически не оставляют белых следов. Ну, если только немножко. Я его помню еще летом пользовалась им. Цветочный очень вкусно. Пахнет сладенько. Прямо, вот видите, орхидея и фиалка. Для лета хороший аромат. Если увижу такой аромат, повторю, в Смоленске мы когда были, я его в зал с собой брала. Ну, и вообще летом классно. И тоже, кстати, насыщенный аромат. Ну, все, баночек для меня это много. Довольно-таки, учитывая, что я такой косметик, что все это у меня долго стоит. В общем, как-то так. Спасибо за внимание. Всем отличного настроения. И пока!